что все, что делают гаджеты, можно собирать. Как так получилось? Почему это сделала не Великая Америка, а кто-то еще? Ты в компьютере, ага, в каком я нахрен компьютере? Вот эти базы стали реальностью еще раньше других, что их создатели имели доступ либо к базе ФСО, либо к каким-то еще. Вот и поэтому бизнесу пришлось пойти другим путем, то есть появился первым хорошим решением был Хиллит Паккарт Enterprise Idol. У него какая была идея сделать вот такую пасть с унифицированными конвертерами, которые могут хватать разные виды данных, абсолютно разные, акустические, текстовые, роботы из разных платформ в соцсетях или в интернете, то есть разные-разные виды, но превращать их в некоторые унифицированные единицы хранения. Причем изначально, пусть даже сырые, то есть изначально там только прямая индексация, паспорт, документы. А вот у нас перехват смс турецкого правительства, на турецком кажется про сахар или там кажется про беспилотники. Что-то лежит, снабженный паспорт, что с ним делать еще непонятно. Первая такая бесформенная база, потом база объектов, где уже из сырых данных обогащается то, что мне надо. А вот в данных появляются какие-то новые информации вот про этого человека, вот про эту фирму. Вот и выяснилось, что собственно методом обогащения всего, условно говоря, четыре. Первое, это называется факт-экстрактор, я могу брать новые данные из потока новостей, что этот убил этого, этот замочил этого, этого там отжали тот. Вот такие вот импликации отсюда, из этого следует вот это, вот их можно выхватывать. То есть название двух объектов и действия между ними. Вот, то есть первое, факт-экстрактор, второе, подключение, обогащение непосредственно из баз, а вот человек, а вот его адрес, а вот его автомобиль, а вот его телефон просто подкачкой из нужных баз. Вот, третье, и из головы аналитика, который сам что-то, ну или знает там по своим оперативным каналам или додумал. Ну и четвертое, это додумывание программы. Изначально додумывание программы, это было только так называемое транзитивное замыкание, то есть, ну, скрытые связи, что вот этот, ну или так называемые еще коррупционные петли, что вот отсюда-сюда идут деньги, но на самом деле у них есть еще связь, у участников есть связь мимо официального контракта. Вот, и мне даже, ну, там периодически приходится читать профессиональные семинары уже без вот такой вот попсы, там, с реальными примерами и приемами, там, в том числе, там, для того же Интерпола. И меня очень удивляло, что, ну, три четверти этого семинара – это умение пользоваться вот средствами автоматического обогащения, что вот у меня объект, вот сюда нажми, из этих баз пойдет, из этих баз пойдут данные о, там, телефонных переговорах, из этих баз пойдут данные о перемещениях или, там, о билетах, вот отсюда пересечения границы, вот, то есть большая часть знания – это умение работать с базами. И вот для бизнеса, даже у Интерпола есть такой термин – стражевой контроль, ну, что объект, он в базе может годами быть, но если он не на стражевом контроле, то с одним толком никто не следит, да, то есть если флажок заведен, то будет лампочка, лампочка зажигается, пересечение границ, там, купил билет на самолет, там, отправил багаж куда-нибудь, в общем, заселился в отель. Вот. Если вернуться к бизнесу, значит, первым это придумала Хьюлит Паккард, она сделала вот такую пасть с разными конвертерами, первая сырая база, вторая база объектов, и дальше вот такую пасть на алгоритмы обработки, для каждого свои. Тут еще возникает вопрос, что унификации данных, да, потому что российская база, не знаю, там, паспортов в своем виде, там, американская в своем. Конечно, но вы не представляете, сделать конвертер, это технически геморройно, но это, ну, это уровень, не знаю, начальника лаборатории, то есть задачу поставить там. То есть не так сложно унифицировать инфу, баз данных по всему миру, да? Понимаете, мы когда разговариваем, мы оперируем человеческими понятиями, там, 5 сотрудников, 10 сотрудников, лаборатория, фирма, там, 30 сотрудников. В таких конторах работают тысячи. То есть когда в организации, в которой тысячи человек, сваливается задача, там, сделай конвертер вот из этих пяти баз, ну, на самом деле это работа там. Ну, это сделай раз и надолго. Да-да-да, и они очень надолго делаются. Более того, как раз вот эти задачи очень провоцируют унификацию развития инструментов. Вот. То есть, несмотря на всю заскоррузность таких крупных порождений, больших программистских коллективов, в чем их плюс, они цивилизацию толкают вперед, они порождают стандарты. Ну, как раньше было с этим, с Wi-Fi же. Почему долгое время не было развитие Wi-Fi стандарта? А потому что у всех были разные стандарты оборудования. И когда их унифицировали по миру, мы получили беспроводной интернет достаточно быстро уже. Сейчас та же самая история с 5G почему-то. Чеморят Huawei, потому что пока устройства технически несовместимы, и кто захватит большую долю рынка, тот и станет основой стандарта. Все. Соответственно, тут, как у сперматазов, никто умнее, кто быстрее. Вот. Поэтому нужно чморить конкурента, чтобы он не успел захватить значимую долю рынка, чтобы при формировании стандарта базировались не на нем, а на нас. Ну, я уже понял, что Хильд Паккарт Айдол вам нравится? Ну, собственно, мы его брали за основу, когда я пытался придумать нашу программу «Аваланч». Ну, собственно, если к ней вернуться, значит, изначально там предыстория была еще в 97-98 годах, то есть я когда только-только там начал свой бизнес, то есть закончил службу в погонах молодого подполковника вышивания на вольные хлеба, начал бизнес, бизнес там как-то сразу взлетел, появилось самосознание там, где я, кто я и куда мне идти. Вот. И пришли бывшие коллеги, говорят, слушай, ты знаешь, наша задача, давай мы тебе дадим денег, ты нам соберешь программы, из которых можно сделать комплекс, который нам подойдет для решения задач. Потому что другим мы даже объяснить не можем, что нам надо. Ну, плюс свой для них еще будет. Ну, и кроме того, там все эти самые грифы и прочее. Вот. Но, во-вторых, долго объяснять, просто, что мы хотим. И, к счастью, подошли к этому старательно. То есть у меня были в руках тесты, на которых нужно было гонять и смотреть качество решения. То есть не просто там сделать чего-нибудь, чтобы хорошо работало. Вот. А можно было количественно померить. Вот это срабатывает там на 90%. Ну, есть полнота, есть точность, релевантность, есть там скорость добычи. То есть есть некоторые параметры, по которым можно сравнивать разные решения между собой. Вот. Я говорю, я бесконечно благодарен, потому что изъездил в мир, заглянул под капот фактически всем модным на тот момент алгоритмам. Там побывал в куче фирм, очень сильно самообразовался. Вот. Насобирал там большую коллекцию программ, которые могут помочь. И пришел к плачевному результату, что для любой серьезной задачи уровня большой компании и выше заказную систему купить нельзя. Ну, либо можно типа САПа, но это будет сильно дорого им навсегда. Это подсесть на иглу. Вот. Ее надо делать самим. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте. Ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе. Кэшбэк-сервисе SecretDiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин. Букинг, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас, мебельный магазин Хофф и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами. Причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео. И вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл. На сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. И вот, излазив весь рынок, собрав все, что было хорошего на тот момент, это был 98-й год, 99-й уже пошел, я пришел к печальному выводу, что для крупной компании, даже, а тем более, для ведомства, для государевых задач купить систему и настроить ее под свои задачи нельзя. Самая близкая, что к этому, это Hewlett Packard Enterprise Idol, но его все равно нужно будет собирать, дорабатывать, доделывать, что не получится без взаимодействия с поставщиком, а задачи раскрывать нельзя. И, в общем, я все это описал. Но при этом приложил картинку, что вообще-то система, которая бы решала задачи, должна выглядеть вот так. И архитектуру нарисовал почти как айдол, но я закончил, то есть была вот такая пасть, то есть мы собираем все, что можем. И был шампур, что мы соблюдаем некоторый порядок обработки. Потому что, работая с крупными заказчиками, я обнаружил одну удивительную вещь. Какие бы разные задачи ни были, вообще совершенно разные, в голове руководителя принятие решений идет по одной и той же схеме. Первое, важно-неважно. Ну, то есть его нужно избавить от несущественной информации. Он должен видеть только важное. Вот это вот первое и главное. Я потом, кстати, много-много раз и до сих пор на этом выезжаю, что другие хвастаются, что мы собираем больше других, мы собираем точнее других. Вот и на этом, собственно, и это плюс. Не надо собирать больше. У меня долго на майке было там, было «Яндекс найдется все», у нас «Балавалащ» найдется главное. Вот мы живем в своем измерении. Вот, то есть вот это первое, сделать правильную пасть, потом выбрать автоматически, отобрать не нужно, оставить только нужное, подсветить то, что требует внимания, причем ранжировать. Тоже у начальника есть понятие, нужно ли обращать внимание, раз, нужно ли реагировать, два, нужно ли реагировать, вернее, интересно ли это смотреть, назовем это зеленым, нужно ли, является ли это важным для припринятия решения желтый, нужно ли реагировать оранжевый и нужно ли реагировать немедленно, красный. На самом деле вот этих четырех цветов достаточно, чтобы ориентироваться. Дальше экспресс-анализ, там, куда все, ну, что происходит, куда движется. Дальше очистка данных, фейк-нефейк, чтобы он видел уже данные, ну, подтвержденные. То есть информацию превратить в некий разведданные. А дальше прогнозирование, то есть что происходит, куда движется, как развивается. Дальше ситуационное моделирование, куда может развиваться ситуация. Дальше сценарное моделирование, что будет, если я сделаю, ну, это модель с реакцией на мои действия уже, как бы с рчажками. А что будет, если я вот так, чтобы потом оптимизация, то есть выбор, какие решения лучше, какие хуже, выбор оптимального решения и оценка рисков. Ну что, из того, что сейчас происходит, внимание, то есть угрозу и интерес представляет вот это. Развивается оно вот так-то, может развиваться так-так и так. Мы можем вмешаться таким-таким-таким способом, при этом приведет это к вот таким-то результатам. Либо к таким. Либо к таким, ну, наше лучшее. Но при этом надо иметь в виду вот такие факторы риска, которые могут там сильно нам навредить. Вот если работать по такому процессу, получится идеальная справка на практически любую задачу. Но вы сделали, получается, эту систему для правительства, правильно? Нет, я сначала ее описал и отдал. И еще раз благодарен заказчикам, они ее не взяли. Они сказали, а, понятно, ты хочешь нас раскрутить на НИР, на ОКР, на Большие Бабки. Ты вот написал нам, ну, я в НИРе написал, что в итоге вам подойдут вот эти, если уж не хотите заморачиваться, купите вот эти системы, я вам их и соберу. Они сказали, вот купи и собери. Я им собрал, значит, некоторую систему из покупной аналитики. Вот, но у меня осталось как бы ТЗ для самого себя, что вот есть система, если ее вот так построить, она будет решать задачи высокого уровня. Вот, и мы ее откатывали на некоторых там детсадовских задачках. Ну, правда, обидно так говорить, одна из задач была из нашего Белого дома, из правительства. Вот, но оказалось, что сам подход такой, превращение сырых данных в справку с ответом на вопрос ИЧО, там, как развивается, что делать, вот, очень сильно востребовано. Да, и, кстати, вот это вот понимание ИЧО, как оказалось, опередило время лет на 20. Вот, что происходит прямо сегодня. Года три назад я считал, что мы занимаемся добычей данных. Ну, охота из информации и, собственно, бизнес связан с продажей этой информации. Но при этом периодически возникали справки на аналитику. Я это воспринимал, ну, как типа расследование, что там мутная цепочка владения, там мутные бенефициарии, происхождение капитала мутное или там какое-нибудь бандитское прошлое, или там связь с властью, связь с криминалом. То есть есть какие-то странные вещи, которые надо дорасследовать. Мы тогда еще и сами там какие-то аналитические, даже оперативные действия проводили. И это было таким разовым мероприятием. И где-то в 2018 году я обратил внимание, что оно стало постоянным, посчитал, выяснилось, что мы за год сделали 200 справок. Наступил 2019 год, в конце года я посадил ребят, сказал, вот вы будете отдел аналитики. Наступил 2019 год, я посмотрел выдачу этого отдела, выяснилось, что за год они сделали 1000 справок. Сколько сделали за 2020, я не знаю, но в 2019 у меня аналитики занимали одну комнату, сейчас они занимают 4. То есть народ прозрел, информация не нужна, нужна подсказка, как все развивается, что с этим делать. И вот я сейчас выезжаю даже по сравнению с крупными конкурентами, мы иногда получаем контракты, которые не дают более крупнику, потому что крупняк продолжает подносить патроны на передовую. Не понимая, что надо еще объяснять, где враг, куда стрелять, куда перемещаться. Но это понятно, а практическое применение, вот я, например, что могу у вас заказать или любой из наших зрителей? Ну, смотрите, там… Не берем правительство, к примеру. Без самой рекламы, кстати, сейчас решение, раньше, Аваланч, я, кстати, 10 лет прожил под лозунгом, а еще есть Масалович, у него есть Аваланч, говорят, круто, но его никто не видел. Меня это более чем устраивало, потому что заказчики были, деньги были, там какая-то, имидж накапливался, но продукта на рынке как такового не было, с 2001 по 2010, была только маленькая игрушка, называлась там Аваланч 1.0, Лаванч 2.0, совсем маленькие, а большие версии были заказными, их видели только сами заказчики. Вот, значит, сейчас это унифицировалось и образовалось 4 круга задачи. Первая – контроль оперативной обстановки, или так называемая матрица интересового. Для того, чтобы выжить на рынке, мне нужно контролировать вот этих конкурентов, мне нужно контролировать действия вот этих регуляторов, мне нужно контролировать действия правительства в отношении законотворческого регулирования отрасли, вот такое, мне нужно контролировать вот эти технологии, вот эти события отраслевые, например, выставки, еще какие-то крупные сделки, еще появление новых тендеров. Описывается мир, исходя из того, что жизнь длинная, мир маленький, Небольшое число объектов нужно контролировать постоянно. Не обязательно небольшое, это сотни тысяч. Для этого должна коммерческая компания прийти к вам, рассказать, какие перед ними вызовы, стоят задачи. Вы знаете, изначально я с каждой с удовольствием разговаривал, сейчас они типизировались. Когда ко мне пришел 10-й банк, я ему просто развернул, выложил 9 матриц предыдущих 9 и сказал, что разные банки приходились вот эти. Он говорит, что на меня вот это, это, это. Появился такой Макдональдс. Вот. Чизбургер, Гамбургер и Кола. То есть появился типовой набор, который собирается. Вот этот контроль обстановки, чем он нужен? Ну, представьте, допустим, самый простой пример, что такое контроль оперативной обстановки. Вот у нас был заказчик из области энергетики. Энергетика – жутко чувствительная область. То какое-нибудь обледенение провода порвет, то детский садик или, не дай бог, роддом оставят без электричества, то, какие-то жители выйдут протестовать против тарифов. Ну, то есть все время что-то происходит, и все время это выплескивается еще в публичную плоскость. И там, с одной стороны, прокуратура, с другой стороны, консолидированная атака со стороны журналистов на репутацию. И все время за этим надо следить. Объектов много, задач, за которыми надо следить много, и они разные. И было конкретно в фирме подразделение из трех человек, которые с утра до вечера сидели и просто просматривали интернет, чтобы набрать информацию именно по их тему и самим образмерить. Потому что автоматизировать первичный сбор – ну, вот так. Там есть Медиалогия, есть Призма, есть всякие Лексусные, Эксусные, можно штук 20 назвать. Программы, которые вам информацию притащат. Но они не знают, что вам важно, что не важно, на что надо реагировать, на что не надо. Вот, когда мы систему развернули и настроили, заняло это месяца 2-3, это каторга для нас, начальный настройок. Потом произошло следующее. В 9.30 утра, в 9 утра приходит человек на работу, нажимает кнопочку, увидит отчет за вчера, где подсвечено, что было важно. Ну, если что-то было совсем важного, и мой смс-ка еще вчера бы прилетела, что прямо сейчас немедленно реагирует на это. Вот, остальное, там желтое, красное, зеленое, он читает новости, понимает, вот, сам понимает, что произошло. Потом открывает эту справочку в Варде, там написано, отчет автоматически подготовлен, система овалай, что-то стирает и пишет. Отчет подготовлен там рабочей группой под руководством такого-то. Вот, время 9.30, он его отдает в канцелярию, в 10 совещания, где уже докладывают, что они делают с 10 утра до 5 вечера, я не знаю, но, кстати, ни одного работника не уволили. Там много-много лет эта система у нас стояла, потом их переорганизовали. То есть, вот это вот первый вид работы. Сейчас основной потребитель для таких услуг, это все-таки региональная администрация, но считали прозревать и компании крупные, даже сейчас мелкие и средние. Сколько может стоить подобные услуги? Там они как помесячно пласят? Ну, вот для такой услуги, к сожалению, нижнее отсечение – это примерно 150 тысяч рублей в месяц просто, потому что там дорогая настройка, ее постоянно надо поддерживать. Ну, 150 тысяч рублей в месяц, там, для энергетической, для Роснано, допустим, или как это называется, или банка какой-нибудь, это же вообще не деньги. Нет, для них там начинается ценник от 300 тысяч, но это все равно для них это копейки. Это, по крайней мере, гораздо выгоднее, чем держать на этом людей. То есть, у всех, у кого есть вот такой контроль обстановки, это выгоднее. Но это все равно нижнее отсечение, то есть ниже у нас не получается. Я бы с удовольствием продавал и по 5 рублей, и по 20, потому что, собственно, бизнес от случайных связей отличается не доходностью, а лояльностью, что народ платит. С тобой работает гадание. Постоянный клиент. Да, постоянные клиенты. Но, ладно, это первая часть. Вторая часть работы – это так называемый контроль объектов интереса. Или досье, или частные детективы, или расследование. Ну, то, что досье на человека, досье на компанию. Вот это работа дешевая, быстрая, понятная. Более того, оказалось, вот за последние 5 лет произошло очень интересное событие. Много-много лет, больше 50-ти, во всяких методических по разведке на первой и второй странице была картинка разведцикла. Он был всегда простой, там было 4 квадратик. Получили задачу, собрали данные, обработали, применили. Мир изменился, пошли по новой. Получили, да, зафиксировали изменения в обстановке, получили новую задачу, собрали данные, обработали, применили. Сейчас, последние 5 лет, в методичках, даже в боевых методичках, картинка разведцикла поменялась. То есть, в ней стало 6 квадратиков вместо 4-х и посередке еще 7-й, центральная база. То есть, нужно накопление данных. Какую-то общую базу. Чтобы в ретроспективе их оценивать. Да, 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 чтобы отслеживать, использовать ранее полученные данные, использовать данные других людей. Это важно, почему? Даже в самых крупных фирмах службы безопасности одна и та же картина, даже две картины. Первая картина, это что у тебя на экране. Ну, например, я захожу к начальнику, у него экран управления предприятием, там, САП. Я захожу к бухгалтеру, у него 1С. Захожу даже к кладовщику, у него картинка управления складом. Захожу в службу безопасности, у него Word, Excel. Ну, то есть, программы, которая позволяет решать задачи разведки, ну, не было. То есть, эта часть была совершенно не автоматизирована, потому что люди приходили с поля, ну, эти оперативники, которые привыкли к каким-то своим методам пробивать людей, пробивать фирмы. Вот. И выяснилось, что очень сильно мешает отсутствие вот такой вот единой базы, что этого человека мы уже пробивали. Потому что, что такое правильное досье, вот если вдуматься, что такое правильное досье? Вот человек, допустим, или фирма, вот что я о нем сейчас знаю, раз, ну, все, что мы про него насобирали. Вот как он представлен в новостях, там его текущая активность, вот с кем он связан, причем и в виде таблички, и в виде схемы для анализа. Вот где мы его видели, то есть, булавки, его привязки, где он маячил, там, где он нам попадался. Вот как мы по нему работали, ну, по старым задачам, где он фигурировал в старых, вот какие документы по нему есть, то есть уже справочки там, и кроме того, логи сотрудников. Вот кто по нему работал. Кстати сказать, логи сотрудников мы завели по настоятельной просьбе, когда мы работали там по одному проекту МВД, выяснилось, что я к своему стыду не знал, что в правоохранительных структурах один из самых таких четких маркеров оборотней в погонах это человек, который лезет в чужие дела. То есть оперативник настолько занят, что сам факт, что он интересуется фигурантами из других дел, означает, что у него какая-то фига в кармане есть. То есть просто так вот. Ну, какой-то коммерческий или личный интерес. Да, да. Вот. И, соответственно, нужно логи сотрудников. Ну, логи активности сотрудников. Кто когда интересовался, как им. Ну, как с пробивом, да. То есть интересуется, кто пробивал там телефон, адрес такого-то человека. Ну, если вы следите за эфиром, там я не буду возвращаться к скандалу с этим берлинским пациентом, но после любого такого крупного скандала рыночек, скажем, частных детективов и рыночек пиратских баз очень сильно лихорадят, потому что приходят искать, где это взяли. У кого это взяли и где взяли, ну, даже не у кого это взял какой-нибудь беллингкет, это как раз легко и понятно, а вот где взяли те, кто слил это беллингкета, то есть кто является кротом там в первичной, при первичной базе. Или как так получилось. Так вот, в последние буквально пять лет изменилось представление о разведцикле. Там появилось центральное ядро, то есть нужно иметь инструмент для хранения и единой обработки данных. И второе, добавился квадратик с представлением результатов, и, кстати, могу от себя сказать, он самый важный. То есть важно не то, что вы делаете, важно, понадобилось это руководителю или нет. Любая разведка это обеспечение принятия решений руководителем. Разведка от любого вида деятельности, любой аналитики другой, отличается одним параметром своевременности. Данные надо приволочить вовремя. То есть я своих, ребят, натаскиваю на то, что забудьте ваше студенческое прошлое, что я сделаю завтра, но круто. Аналитик это не тот, кто принесет крутую справку. Аналитик это тот, кто принесет крутую справку завтра в 8.30 утра. В 8.30 утра что от вас в этот момент придет, вот это ваши результаты есть. Такая очень важная вещь и выяснилось, что руководитель вообще существо грамотное, он и без вас справится. То есть даже если метеорит челябинский прилетит, мы ему ничем не помогли, он сам справится, но он запомнит. Его решение будет адекватным, но ему будет трудно сориентироваться. То есть вы ему поможете просто своими действиями? Да, но если я ему не помог, то я мог вообще не начинать. Все подразделение разведки можно разогнать, мы не помогли. И оказалось, что вот это вот помог-не помог больше, чем на 50%, зависит от формы представления данных. То есть насколько важна сама схема или шаблон справки. Отчет. Да, как должен выглядеть отчет на человека, как должен выглядеть отчет на фирму, справка на фирму. Она должна быть, ну что могу четко сказать, она должна быть короткой. Две три страницы. Дальше все остальное приложение. С чего мы это взяли? Ну, если захочет, то прочтет. Самое важное две-три страницы. Дальше полстраницы, что происходит, полстраницы, что из этого важное, важное представляет угрозу интерес, полстраница как развивается, где-то в средней второй странице там и что, двоеточие, что с этим делается, какие есть варианты, риски. И сверху еще главные вопросы. Вот в чем отличие аналитика от обычного там человека с улицы, ну, собственно, отличий два. Вот, первое, аналитик всегда ставит пруфы, где он это взял. Зарифицирует свою информацию. Да, то есть любую информацию он ставит, причем иногда его мнения достаточно, что я считаю, что вот из этого вытекает вот это. Ко мне часто обращаются, там, покажи мне эту дрянь, там, найди вот это. Я говорю, даже если я его вычислю, я основу доказательной базы не представлю. Не-не, нам не надо, ты покажи нам эту дрянь, нам твоего мнения хватит, дальше мы разберемся. Вот, но, тем не менее, каждый шаг нужно верифицировать, с чего я это взял. Вот, это первое отличие аналитика. Вот, второе отличие аналитика, он отвечает на вопрос, он не пишет справку, он пишет экспертизу. Ну, так же, как эксперт, никогда не пишет эссе, что я думаю, глядя на эту каплю крови. У него сверху, в любой экспертизе сверху написан вопрос, что... Ну, когда она начальна перед ним ставится, входить. Да, да, любая медицинская экспертиза, трассировочная, любая, там ставится вопрос, и он пишет, что я эксперт такой-то, действуя вот таким методом, решал эту задачу, пришел к такому результату. Дальше описание метода и описание. Длинное описание, почему у меня это получилось. Вот, и это возникло, наверное, лет 15 назад. Для меня эта тема, что, оказывается, можно делать красивые справки, родилась из действий парня по имени Роман Ромачев, кстати, мы там до сих пор дружим, он придумал красивые справки первым на российском рынке и начал хвастаться зачем-то. Ну, выкладывали, что вот у меня... Ну, добился того, что все у него слямзели, и рынок наполнился, наполнился хорошо подготовленными форматами справок. И когда это произошло, народ посмотрел, выяснилось, ее, оказывается, 80% аналитики, вообще-то аналитикой не является. Ну, то есть, берешь подготовленную справку под мастерью, говоришь, делай так же. Он делает, прибегает и говорит, а где ты вот это взял? Это взял из этой базы. Где ты вот это взял? Это я взял из этой базы. Вот. То есть, взяв одну красивую справку, одного под мастерья и потратив один день, вы фактически получите листочек методички, что пацаны, не надо париться, 80% справки делается вот так. Это берешь здесь, это берешь здесь, это берешь здесь, соответственно, у тебя появляется набор правильных баз, набор правильной интеграции, что сначала посмотрел сюда, посмотрел, нет ли его в списке дисквалифицированных персон, посмотрел, нет ли его в списке массовых адресов там, а потом посмотрел вот это. И в схеме разведцикла появился еще один квадратик совершенствования задачи, совершенствования методов. Вот это, кстати, офигенно тоже важный момент. Вот почему. Если вы хотите, ну, это длинно, нас унесло куда-то в технологии, я подозреваю, что половина молодежи, это все уже неинтересно. Но если вы хотите прийти к себе на работу и там показать перед начальником, что вы тут самый крутой в бизнесе, что-то понимаете, могу подсказать. Есть такой стандарт ISO, стандарт 15504, он не относится к безопасности, он просто про управление проектами. И в этом стандарте 15504 есть описание уровней качества проектирования. Нижний уровень, есть российский уровень, там проснемся, разберемся, там он не учтен. А так, есть пять уровней качества, если вы безупречно работаете, вы обнаружите, что вы попали на четвертый уровень, а не на пятый. То есть безупречно выполненный проект это уровень качества четыре. А что такое пятерка? Пятерка – это саморазвитие, что выполняя проект, вы на карандаш взяли что-то, что в следующий раз позволит его сделать лучше. Лучше, быстрее, качественнее, понятнее, красивее, ну, как-то лучше. И вот это сейчас, собственно, то, что сильно разделяет фирмы между собой и, как бы, разделяет деньги и успех. То есть побеждает тот, кто быстрее успевает адаптировать. Мир очень быстро меняется, и, соответственно, любое понимание, быстрое понимание чего-то правильного надо сразу тиражировать. Ну, допустим, вот у меня сидят там 20 сотрудников, проверяют там 30 человек претендентов на вакансии. Там кроме человека надо пробить автомобиль. Мы пробивали вот по этой базе, это занимало 20 минут. Там приходит молодой пацан, говорит, слушайте, ребята, а я пробил, а я пробил там по АВ-инфоботу, занял 3 минуты. Все, вот в этот момент нужно провести политинформацию, чтобы все поняли, что теперь... Более эффективный метод используется в дальнейшем. Вот это вот быстрое ускорение эффективности, это, пожалуй, то есть нас сейчас делит не коронавирус на богатых и бедных, вот нас сейчас делит именно вот это понимание успевать за меняющимся миром. Ну, то есть быстро-быстро подхватывать, адаптироваться к изменениям. И службы безопасности так как-то неожиданно попали на острию. Раньше это была второстепенная служба, собственно. Раньше службы безопасности занимались, ну, скорее, физической безопасностью, контур. Проходная, сейф, вот, чтобы нам в окошко сотрудники не выбрасывали оргтехнику и прочее. Вот сейчас большая часть задачи, большая часть информации находится за пределами контролируемой зоны. То есть задачи безопасности, задачи анализа, задачи разведки, это собрать информацию извне, а не внутри. Вот. Ну и, собственно, зачем я это все длинно рассказываю? аваланси – это воплощение вот этой вот философии. Вот. То есть это технологическая платформа, которая позволяет эти задачи решать. Итак, первое – контроль оперативной обстановки, второе – это справки на людей, компании и прочее. Вот. Если вернуться к цифрам, ну, от 5 до 50 тысяч стоит такая справка, обычно где-то 10-15. Вот. Это вполне подъемно для любой компании, и такие заказы, мы сейчас тоже с удовольствием берем, потому что фирма, если это непрофильно, плохо, у меня даже, кстати, после предыдущих наших этих встреч было несколько обращений, там, а можно пробить, что увидит человек, который закажет справку на меня? Я говорю, ну, скажи, если ты будешь заказывать справку за 5 тысяч, ты за сколько? Как ты думаешь, твой конкурент закажет за 5 или за 20? Говорит, за 20. Дай 20, мы тебе такую принесем, твои конкуренты увидят вот это по тебе. Столкнулся с верификацией на сайте? Не хочешь раскрывать свою личность? Или нужен вериф множества аккаунтов? Обращайся к нам, сервис мамкиных отрисовщиков. Подтверждаем личность или продаем готовые аккаунты с верифом. Работаем с криптобиржами, букмекерами, казино, банками и платежными системами. Отрисовка и печать материала. По уму сделаем МРЗ, баркоды, геопозицию и остальные метаданные. Нужно 100 паспортов в сутки не проблема. Любой объем и любая страна. Залетай на сервис мамкиных отрисовщиков. Номер один по отрисовке в интернете. Ссылка в описании. Вот это тоже очень важно, даже на уровне одной персоны. Но не вступает ли это в противоречие с законом, что вы там достаете по личным связям какие-то, к примеру, данные конфиденциальные? Смотрите, вы совершенно правильно бьете по болевым точкам. какие здесь отсечения? Первое. Начиная с этого момента, даже начиная с начала нашего разговора, давайте договоримся, русское слово «можно» на другие языки мира не переводится, оно имеет три значения. Можно в смысле технически возможно, можно в смысле разрешено и можно в смысле стоит ли этим заниматься. Можно я туда полезу. Я буду использовать, ну, мне сейчас много раз придется использовать, можно сделать так. Я использую слово «можно», только в смысле «технически возможно». Это не значит, что это законно, это не значит, что вам стоит этим заниматься. Но я попробую очертить, где вот это можно, еще и законно. Значит, смотрите. Первое. Пока данные обезличены, я могу их собирать сколько угодно. Пока они однозначно не дефицируют субъекта персональных данных. И я сам не являюсь игроком этого рынка. Я не накапливаю базу персональных данных. Раз. Второе. Есть хитрушка. База персональных данных ранжируется по количеству, а значит, я могу их делить. По городам делать много маленьких баз, не делая одной большой. Дальше. Они ранжируются по видам данных. Я могу убрать особо чувствительные данные. В Штатах, например, самыми чувствительными являются политические взгляды и здоровье. У нас, к сожалению, это не так. Хотя здоровье я бы поставил выше, чем номер паспорта. Потому что, если ребенок в девятом классе писается по ночам, и одноклассники его знают, он потом вены тиснет. И кто будет отвечать перед Всевышним за то, что это произошло? То есть из-за элементарной утечки в базе. То есть есть очень важные данные. Их надо выносить. Дальше, пока я говорил, вы, наверное, уже сообразили. Очень легко хитрожничать. Вместо фамилии ставить ромашку. Ну, а где-то ставить индексный файл. Или айди какой-то там. Да, ставить айди. База. Вот на моих глазах года три назад был случай, когда вселенского скандала утекла база с диагнозами одной крупной медицинской компании. Ее спасло только то, что там стояли идентификаторы. А тем, кто эту базу нашел, не хватило ума найти индекс. Если бы они нашли индекс, где идентификатор сопоставляется с фамилией, вот это был бы кирдык. А так, просто что Абанин такой-то сказал, какие-то анализы вообще у него то-то и то-то. Ну, и вот если я приду, допустим, завтра в вашу компанию, что вы мне предложите? То есть вы мне предложите, получается, первое, это какие-то контроли оперативной обстановки в моем сегменте бизнеса? Ну, это контроли оперативной обстановки. Это маленький ситуационный центр, фактически. Прокат ситуационного центра, но на уровне компании. В том числе маленький. Настраивать вы мне будете под мои задачи где-то два месяца. Да, конечно. Причем настраивать будем долго. Ну, вообще, если чуть пофилософствовать, в мире существует информационных технологий в природе всего три. Долго, дорого или плохо. Вы должны выбрать, кто пытается придумать что-то другое, ну, сам себя обманывает или меня обманывает. Вы должны мне четко сказать, какое слово вам больше нравится. Ну, дорого это будет быстро? Нет, нет. Я могу привести фирмы, которые умеют технологии сочетать. Можно дорого и плохо, можно долго и дорого. Самые крупные интеграторы умеют сочетать все три. Долго, дорого и плохо. Ну, это таких фирм в России всего пять, самый крупняк. Вы должны понять, ну, мы владеем по существу одной, долго. То есть, мы долго настраиваем, но зато потом годами работаем. Ну, и, кстати, все, кто там говорит, что, а, вы нам страну развалили, там Рашка ничего не может. Вот, ребят, предлагаю способ мгновенного обогащения. У меня стоит версия программы в металлургическом комбинате на Среднем Урале, больше десяти лет. И она стареет. Напишите лучше, они мгновенно перейдут на вашу. Вот, правда. И они мне каждый месяц платят за обслуживание, ну, фактически устаревшей программы. У меня руки не доходят им ее переделать, потому что мы ушли в другой сектор. Раз. Второе, если вы хотите, чтобы у вас была нормальная зарплата больше вашей, на 10 лет вперед. Ну, напишите лучше нас. Все. Я знаю заказчик, сам помогу вам поставить. Вот, второе, у нас довольно крупный комплекс стоит в ситуационно-кризисном центре «Росатома». Это уже дорогая игрушка, за которую тоже каждый год платят, а мы ее много лет не обновляем. Тоже. Напишите лучше. Будет работать. Но допустят ли их просто без связи, там, без опыта и без имени, то есть, что-то писать для «Росатома»? Моя мама родом из Мариинской тайги, а я родом с окраины Новосибирска. У меня сегодня не было ни связи, ни родственников в том, я точно так же вышел с самолета в Москве и пошел смотреть, пошел покорить мир. То есть, тут каждый… Сейчас, на самом деле, народу в гораздо более выгодных условиях писать с нуля. Тем более, что у нас там будет, наверное, еще тема про схему зарабатывания. Вот. Я могу подсказать, она работает. То есть, как еще процесс организовать, чтобы он начал получать, ну, чтобы он начал деньги приносить. Вот. Но вернемся. Значит, итак, контроль оперативной обстановки – это, фактически, прокат маленького ситуационного центра, там, развернутого и настроенного на вас. Но надо потерпеть, что настраивать будем долго. Не нравится долго – можем дорого. Не нравится долго и дорого – ну, извините. Тогда будет плохо. Выбирайте. Вот. Второе – справки. Это просто вот так вот. Я просто переключаю на другого человека, который ими занимается. Ну, и обращайтесь, получаете. Но мы на вопрос про законность и хранение не ответили. Первый ответ на вопрос про законность – мы здесь выполняем функции скальпеля. Он не является законным, незаконным. Он скальпель. Если им полоснули соседа – это плохо. Если его используют для лечения – это хорошо. Он в ваших руках. Ну, отвечать будет тот, кто держал в руках скальпель. То есть, если у вас найдут справку с признаками утечки персональной информации или утечки коммерческой тайны, вы будете за это отвечать, как заказчик. Вот. Когда она проходит через наши руки, что является критическим? Первое – если в какой-то момент подойти, положить руку на плечо и сказать, у тебя сейчас на экране вот это. Вот. Это действительно плохо. Но информация собирается на экране. В распределенной базе она лежит распределенной. Ну, точно так же, как устроенный торрент. У меня нет места, где хранится справка на каждого. Это в распределенных базах вообще таких мест нет. Это индексные файлы, которые в момент запроса собирают справочку. То есть, нигде в едином виде базы нет. Дальше. Хранение на территории страны. У нас сейчас число серверов ушло, по-моему, за 30. Причем 25. Это как в Хеснер, в Германии. А основные – в Москве. То есть, кому важно, будет на серверах в Москве. Кому не важно, будет лежать где попало, но в хорошей защите. А кому совсем важно, дайте свой дата-центр, положим туда. Кому совсем-совсем важно, сделаем вершую систему, отдадим вам. Поскольку я сам когда-то участвовал в так называемых ССП, в специсследованиях, в спецпроверках, в поиске жучков. Я знаю, что там не подурачишься. У нас нету бэкдоров. Не то, что мамой клянусь. Наверное. Но это не точно. Ищите. Ищите. Все-таки ищите. Да, ну, кстати, хороший момент – рассказать технологическую платформу. Первое – внизу Linux, Debian Ubuntu, в полшаге Астролинукс. То есть, мы где-то за полмесяца или месяца на него переносимся. На нем базы на выбор. Там либо MongoDB, либо Postgres. Над ними индексатор Elasticsearch. Если там что-то покрупнее, то Hadoop. Ну, у нас для заказчиков почти никто до Hadoop не дорос. То есть, он не нужен. Ну, и могу открыть секрет. Большие данные для большинства заказчиков большими не являются. То есть, счет идет на терабайты. Есть терабайт, 20 терабайт, 50 терабайт. Это небольшие базы. Это база, с которой может справиться даже один быстрый сервер. То есть, по-настоящему больших баз мало. Это петабайтами, где уже там исчисляется. Да. Ну, кстати, тоже интересный момент. Вся осмысленная деятельность человечества, если ее собрать, вот вообще все литературные произведения, все описания всех технологий, все предметы искусства, сканы в хорошем разрешении, это примерно полпетабайта. Дневной поток Гугла от 20 до 40 петабайт. То есть, это не означает, что мы сейчас стали такие умные. Ну, просто трафик гоняется, там видео смотрится. Половина трафика – это боты, кстати. Народ не верил. Ну, откройте, погуглите, что такое боты. В Википедии с этого начинается. Больше половины трафика интернета сейчас порождают боты. То есть, вы разговариваете не с людьми. Вы разговариваете с чем-то, что вам подсовывает чужой, ранее подготовленный контент. А большая часть, к сожалению, хуже, чем боты. Это селфи в туалете, солнышко на ладошке и прочее. То есть, на самом деле, большие данные сейчас, по большей части, это данные без цели хранения, без начальной очистки. Это не озера данных, как американцы называют. Это болото данных. То, что рынок, наверное, все-таки только зарождается, по большому счету. Данных накопили много, а сейчас идет анализ их. Если сравнить со взрослением, то это где-то уже старший класс. Когда появилось самосознание, появилось желание захватить мир. Или появилось понимание, не надо прогибаться под изменчивый мир. То есть, сами данные накапливаются уже давно. Но что с ними делать, начали понимать сравнительно недавно. А активно использовать данные для захвата планеты, для вытеснения конкурентов или каких-то эффективного решения задач. Пришло это для массового населения, пришло, пожалуй, с Uber. Uber первый, кто понял, что данные можно увязывать в некую новую схему, которая по-новому решает задачи бизнеса. Все сказали, вау, что так можно было. И все, что сейчас происходит, по большей части, это много попыток породить Uber в своей области. Uber для рыбаков, Uber для музыкантов и прочее. Вот, так, мы отвлеклись. Итак, первая задача – ситуационный центр. Такой прокат. Второе – досье на объекты интереса, на люди, фирмы и прочее. Вот, третье – фактически это расследование. Мы не вторгаемся в форензику, мы не вторгаемся ни в поляну группы IB, ни в поляну позитивов, позитив технологов, тем более в антивирусников. Но есть куча задач, которые требуют расследования. Ну, обычно люди приходят с двумя задачами, там, уберите это дрянь из интернета, и какая сволочь это сделала. Ну, это самая безнадежная задача. Какой-то, да? Да-да-да, ну, к этому мы сейчас еще придем. Вот, ну, какие задачи расследования наиболее типовые? Цепочка владения. Всем сейчас надо, причем волей-неволей приходится рыться в грязном белье, уже упомянутый, скажем, Росатом, требует от контрагента расписывать цепочку владения до четырех колен от себя. То есть, мы фирма такая, учредители вот такие, за ними вот такие, реально вот такие. Вот, ну, и если в этой цепочке еще кто-то за рубежом, то там либо те сразу нет, либо там еще дальше надо нарисовать. Вот, цепочки владения. Второе, конечно, минифициарий. То есть, кто является реальным владельцем. Вот, вы будете удивлены, но и журналистское сообщество, и массовое сообщество, и даже там власть, многие годы некоторых людей даже не знало. Кто реально владеет, кто реально контролирует Внукова, или кто реально контролирует вот этот рынок. Ну, есть какие-то публичные лица там, которые Форбс прописывает. Было понятно, что, ну, во многих всегда есть публичное лицо, но это номини или это реальный директор. Во многих случаях было понятно, что это номини, ну, номинальный директор. Вот, а кто реальный, вам не скажут. Сейчас этого уже нет. Сейчас практически по каждому объекту собственности или по каждому участнику рынка спочка прослеживается до конца. Просто это там разная степень сложности, разная степень дороговизна. Вот, спочки владения. Спорная собственность. Тоже там, кто реально, зачем. Ну, наследники, бракоразводные процессы. Ой, это, ну, я еще и не адвокат, тоже это отдельный рынок, но там много тоже интересного. Вот, дальше связь с властью, связь с криминалом. То есть, кто за кем стоит, кто кого крышует. Какие шансы стоит, не стоит лазить в эти рынки. Вот, выигранные арбитражи. То есть, почему он выиграл вот эти арбитражи или наоборот, почему он проиграл. Особенно выигранные тендеры. Почему вот эти выигранные тендеры. Вот здесь и что сделать нам, чтобы их высадить. А зарубежные активы сейчас, ну, просто вот, колоссальная задача. То есть, если кто-то из молодых, там, меня часто пишут, там, если ты такой умный, что ты не миллиардер. Вот, ну, зависит от... Сумма денег, которую вы хотите иметь, связана со схемой, которую вы при этом будете применять при получении этих денег. Вот одну схему могу подсказать. Вот я сейчас слово можно, буду употреблять только... Я никого ни к чему не призываю, буду употреблять технически возможно. Определите какую-нибудь сумму, которая вам нравится. Ну, например, хочу за год заработать 10 миллионов, или хочу за год заработать 20 миллионов рублей. Вот, а дальше проделайте следующее. Можно потратить полгода, выбрать какую-нибудь персону, которая вам лично не нравится. Скорее всего, это будет какой-нибудь из российских олигархов или чиновников. Ну, потому что большая часть аудитории, подозревая по-английски, особо в интернете не интересуется, что творится. Итак, выбираете объект, примерно за полгода можно собрать досье достаточное, чтобы его зарубежные активы скормить там заинтересованным структурам соответствующей страны. То есть он, ну, стопроцентно нарушал какие-то из международных правил, а они достаточно жестко контролируются, в отличие от России, это определяется не деньгами. И человек потеряется доступ к активам. Вот, и вот тот, кто это сделал, я никого сейчас ни к чему не призываю, я просто рассказываю. Если это кто-то сделает, эту схему четко задокументирует, что вот делали мы это вот так, получилось вот это, а вообще мы это умеем, то дальше выстроится очередь заказчиков. А давайте вот этого замочим там, а давайте вот этого замочим. Британские суды сильно за этим следят, за происхождением денег сейчас отжимают же у многих там олигархов собственность. Ну, это часть даже конспирологической общемировой теории, что это как бы их заманивали. Заманивали на Кипр, то есть всякие золотые паспорта. И в какой-то момент вы уже обращали внимание, что огромное количество всяких этих золотых паспортов или там каких-то золотых купонов владения переставали работать. То есть в Прибалтике выяснилось, что раз и все стали бесправедными, там на Кипре выяснилось раз, и у тебя паспорта нет, и недвижимость под вопросом. В Англии. В Англии это просто на щелчок. Другое дело, что эта структура во многом бюрократизирована, и грамотный адвокат там может это вернуть. Но это все равно долго и дорого. То есть сейчас вот позиция таких молодых робингудов открыта. То есть не надо грабить старушек. Сейчас очень уязвимы зарубежные активы, любые крупные зарубежные активы очень уязвимы, потому что нажатый нечестным путем. Как когда-то говорил олигарх Стивен Дженнинс, когда его спросили, среди вас много ли отморозков и много ли людей. Просто интеллектуалов он улыбнулся, сказал, что среди нас ангелов нет. Но это, наверное, правда. Среди нас ангелов нет. Но это мы отвлеклись. Итак, третья задача – это расследование. Она всегда штучная, она всегда предметная. Но если вернуться к соблюдению закона, кроме размазывания базы, кроме обезличивания базы, кроме всяких дополнительных мер, есть еще несколько правил. Во-первых, не храните пиратские базы. Это всегда незаконно. Но сейчас, правда, появилось почти универсальное решение. На любую пиратскую базу есть профильный бот. Кстати, тоже могу посоветовать, если какая-то пиратская база вам кажется полезной, а бота под нее нет, напишите, у вас будет свой маленький огородик на рынке. Это сейчас очень востребовано. То есть профильные боты, которые позволяют внутри Телеграма послать запрос, получить ответ, при этом даже самому физически не зная, где эта база находилась. Но, правда, будьте готовы, что боты Телеграма на вас при этом тоже купят досье. То есть кто это собирал и чем он раньше занимался. Ну и четвертая задача, про которую можно отдельно разговаривать часами и днями. Вот у нас на сленде она называется «Войнушки». Давайте я прошу проявление. Просто сколько это стоит и к четвертой перейдем. Расследование совершенно по-разному. То есть это начинается от десятков тысяч рублей, кончается сотнями тысяч, иногда и больше. Но, опять же, вот те, кто там пишет всякие плохие комментарии, таких мало, но они есть, и я их читаю. Я их помню. Да, я вас помню, я вас знаю, могу посоветовать перейти в позитивное русло. Вот прямо сейчас, вот с этой минуты, у меня в руках лежит задачка. Вот, один отморозок угнал мотоцикл у хорошей девушки. Это было байкерши. Причем девушка из клуба. Девушек-байкер. Вот, поэтому она говорит, просто найди мне эту совесть, дальше мы сами. Вот, а девушки готовы заплатить. Смотрите, что мы нашли первое. Мы знаем парня, который это сделал. Он, ну, донесли это до полиции. Он в статусе подозреваемого. Нашли его телефон, нашли его аккаунты в соцсетях. Вот, нашли место, где его видели посредний раз физически. Он в Москве, там, на юго-востоке Москвы находится. Вот, попробуйте. Я могу любому желающему предоставить эти данные. Вот, найдите его физическое местонахождение. Вот, я вас сведу с этими девушками. Они его с удовольствием заплатят. Используйте свой, вместо того, чтобы заниматься фигней в интернете. Вот, попробуйте понять, что такое интернет-разведка, что такое работа частного детектива. Вот, и как на этом зарабатывают. Ну, и, кстати, заодно прогуляйтесь по свежему воздуху. Потому что вот что меня реально пугает в современном мире. Я вижу, что очень много оперативных задач решают оперативники старыми оперативными методами. Причем оперативники, которые довольно плохо разбираются в интернете. Вот, и переигрывают молодых пацанов, которые классно разбираются в интернете и думают, что они тут самые умные и хорошо спрятались. Вот, именно на, ну, оперативных методов всего четыре. Там, физическое устранение, склонение к активному сотрудничеству, вербовка и провокация. Вот, из этого. Выбирают обычно вот из этого. Но, представьте себе, вот проще всего, почему так получается, что опытные оперативники переигрывают технически грамотного, там, молодого игрока. Давайте рассмотрим на примере дворовой собаки. Вот дворовая собака во дворе. Пожрать, сожрать, потрахаться, покусать, подраться, побегать. Ну, это класс, это свобода. Та же самая собака в интернете. Обоссал, облайл, убежал. Все. Здесь набор приемов меньше. То есть, человек, который базируется и строит свой бизнес или строит, там, неважно, праведный или неправедный, строит на понимании законов интернета, он из трехмерного мира, кстати, переходит в двумерный. То есть, у него сильно-сильно беднеет палитра инструментария. Вот, к этому надо быть готовым. Вот, ну и, там, я не знаю, будем сейчас переходить вот в эту четвертую группу задач, она совершенно безбрежная. Задача войны, чтобы активного информационного противооборства. Можно в двух словах. Ну, если в двух словах, в обычном трехмерном мире, если конкурент производил какое-то действие, которое для вашего бизнеса становилось важным или существенным, или, там, угрожающим, вы реагировали действиями из бизнеса. Опять же, из трехмерного мира, где каждая трехмерность позволяет, там, породить массу и породить усилия. То есть, вам нужно тратить бюджет. Вот, ну, допустим, мой любимый пример, там, одна из ведущих медицинских компаний России, которая и так была лидером в некоторой сфере анализов для богатого населения, вот, купила дорогой томограф, больше 10 миллионов долларов, и стала единоличным лидером в сфере диагностики мозга. При этом, кроме томографа, еще и породила большую программу пиарную, ну, чтобы все узнали, что у нее есть томограф. В обычном реальном мире, без интернета, конкурент должен был бы либо купить такой же томограф, либо купить более крутой, либо объяснить, что томограф, в общем, и не нужен, либо уйти в соседний сектор. То есть, ввести ценовую дифференциацию, ввести, там, нишевую дифференциацию, ну, то есть, как-то на бизнес действия, отреагировать бизнес действием, между прочим, соразмерным по затратам. Вместо этого конкурент понял, что мы живем на планете интернет, вот, завел, нанял пацаненка, судя по исполнению, старшеклассника, вот, заплатил ему, опять же, судя по исполнению, там, 3000 рублей, больше это не стоит. Вот, тут ему устроил ссылочный взрыв в Твиттере, и к вечеру весь интернет заговорил, что этой хваленой компанией в среде бела дня в ее центральной клинике по третьему этажу бегает крыса. Вот, и интернет заговорил про крысу. Спохватились они поздно, где-то через неделю, то есть, они пришли, там, что делать, вот, я им объяснил, что, что делать, надо было, во-первых, это заранее просчитывать, во-вторых, реагировать, ну, мгновенно, в первые секунды и минуты, сейчас уже поздновато. Так вот, с тех пор прошли, там, недели, потом месяцы, потом годы, и до сих пор, если вы выйдете на улицу, возьмете человека за пуговицу и спросите, знаете ли вы эту фирму, ответов будет ровно два. Первое, я про такую не слышал, второе, а, это те, у которых крыса, то есть, ни одного ответа про томограф не будет, то есть, мир окончательно стал виртуальным, то есть, сначала с вашим рынком общается ваш образ, а потом уже, если дойдет до этого, общаетесь вы, то есть, образ целиком закрыл вас от рынка, ну, и, соответственно, от будущих денег. То есть, слава лежит впереди. Да, причем любая, ну, есть блаженная категория, это артисты, для которых слава имеет только модули, не имеет вектора, то есть, не важно, что про вас говорят, даже, что там, детишки идите, главное, чтобы не забывали. Ну, это Моргенштарн использует, он каждую неделю напоминает о себе какой-то очередной скандарной выходкой. Да, именно так, главное, чтобы не забывали. Иногда хороший, иногда там какой-то негативный, но в целом я к нему позитивно отношусь достаточно, мастерски это использует. Вы не представляете, насколько неподготовленными оказывается даже крупная компания, то есть, критика, негатив, компромат, вброс, утечка, там, активность инсайдера, там, активность нелояльных бывших сотрудников. Это настолько заставит врасплох, и фирма настолько теряет именно на неадекватной реакции, что это сразу, ну, позиции рушит, то есть, если в денежном выражении брать, это сразу приводит к убыткам с размером, не знаю, с потерей завода, а иногда с потерей рынка. Ну, вот один, чтобы понять, насколько это серьезно, пример из жизни. Несколько лет назад давно одна журналистка из «Комсомольской правды» поступила на работу в отель «Первой руки» в Москве, и в анкете написала, что она училась в такой-то школе, потом училась в институте, что было правда, потом родила сына, вот, а потом много лет просидела дома домохозяйкой, что было неправда, вот, но она в анкете указала девичью фамилию. И когда проверили, ну, выяснилось, что человек с такой фамилией нигде не работал, ее взяли, ее взяли горничной, вот, хотя, если бы увидели ее настоящую фамилию, что это Ярослава Танькова, вот, стало бы понятно, что в страшном сне, ну, скандальная журналистка из скандального издания «Комсомольская правда», что ее в страшном сне не надо, там, на пушечную выставку подпускать. И она месяц проработала в отеле и написала книжку там про жизнь отеля, самого-самого, одного из самых крутых. Первоначально книжка называлась «Как я была служанкой миллионеров», потом она, сейчас она выходит под названием «Королевство немытых зеркал», несколько раз попадала в телевизор, я не буду, там был грандиознейший скандал, там даже череда скандалов, я не буду всю книжку пересказывать, я перескажу один абзац из этой книги. Там старая горничная учит молодое, что ты пойми, что мы не просто отель первой руки, мы встречаем президентов, мы встречаем там публичных персон, там, всяких супер, там, герцогов и кинозвезд. У нас все должно быть не просто чистым, у нас все должно быть блестеть, у нас все должно быть безупречным. В частности, безупречным должен быть хромированный слив раковина, его надо натирать. И, кстати, самое удобное – слив раковины натирать зубной щеткой клиента. Она стоит рядом, всегда под рукой. Я понимаю, что это ноу-хау есть в каждом отеле, подозревая, не они его придумали. Тем не менее, в отелях этой сети я не останавливаюсь. То есть, это стопроцентная… У меня перед глазами встает зубная щетка. Вот, то есть, это стопроцентная утрата лояльности клиента, то есть, это стопроцентная утрата рынка. Это страшнее, чем потерять завод, там, персонал, зарплату. Ну, из-за одного неправильно нанятого на работу сотрудника. Из-за одного неправильно отстроенного бизнес-процесса в работе службы внутренней безопасности, которая должна такие вещи понимать, контролировать. Но вообще не нужно чистить раковину щеткой клиента, если уже глубже копнуть. Ну, знаете, я видел другое, более, там, не очень куже рассказать, но более веселый инцидент, когда одно богатое семейство там очень сильно… Ну, а надо сказать, что богатые клиенты, они часто не по делу капризные, особенно если у них там неправедный, не по делу нажитый капитал, они отличаются такой подчеркнутой капризностью. Вот, одно семейство в одном таком отеле себя непотребно вело. И очень унижало работников, которые там работали. Ну, потом они уехали, чаевых не оставили. Но когда они приехали домой и стали смотреть фотографии на своем смартфоне, они увидели, что там у них какое-то время смартфон был в комнате, они его без присмотра оставляли, что там на этом смартфоне, среди прочих, есть фотографии, как там стоят здоровый, веселый негр у них в ванной комнате, а у него в задницу воткнуты зубные щетки. Вот он там на память оставил такую картинку. То есть вот такого рода имиджевые и атаки на нематериальные активы сейчас стали важнее, чем атака на материальный мир, потому что сам мир уже очень давно стал нематериальным. Но, опять же, это надо рассказать длинно. То есть если совсем коротко, сейчас в войнушке приносят больше половины, наверное, денег. Вот, то есть, как правило, большая часть компаний, независимо от размера, обращаются позже, чем надо. То есть когда... Ну, бьют по хвостам. То есть когда атака уже состоялась, они поняли, что не знают, как реагировать. Хотя лучше такие боеготовность обеспечивать заранее. И сейчас я бы перешел уже не в вот это такое четвертое измерение информационного мира или матрицы. Вот, я бы сейчас уже перешел в пятое измерение. Я сейчас четко вижу, что кончается первичный период первичного захвата интернета. То есть вот все, кто сейчас является модными блогерами, это люди, которым просто повезло, они оказались на перекрестках будущих... Ну и в начале. ...будущих очень давно кровеносных систем. Ну, для меня сейчас, там, 10 лет... Ну, у меня первое, скажем так, интеллектуальное ЧВК было еще в 11-м году. Задачи в интернете уже тогда решали, когда никто об этом не представлял. Кстати, в тему могу сказать, там, в вопросах после предыдущих выпусков был вопрос, а что это у меня такое странное название сайта iam.ru. Так вот, там, в нем зашифровано два прикола. Первое, по-русски это совершенно нейтрально. Ну, iam.ru. Ну, какие-то буквы. Ну, видно, что круто, потому что короткое имя, это круто и дорого. Сейчас короткие имена уже трудно добывать. Вот, второе, там, просвечивает iam, то есть, вроде как, инициалы. Но первый элемент крутизны на английский слух, оно звучит, вот из ее доменнames. iam.ru. То есть, интернет в России – это я. То есть, англичане услышат совсем другое. Вот, и с другим. Раз. Второе. Так получилось, меня дважды обзывали словом интернет. Один раз давно. Но американцы говорили, вот в интернете появилось какое-то новое явление вот такое. Хотя это было не явление, это было просто неграмотная попытка управлять крупной армией ботов или крупной армией троллей. Вот. Второй раз в 11-м, в 12-м, в апреле 12-го года нас словом интернет обозвал Игорь Ашманов. Он говорит, а вот мы в интернете заметили вот такое явление. Я думаю, блин, мы чуть не спалились. А еще я заметил вот такое явление. Я думаю, блин, мы точно спалились. То есть, сейчас люди сообразят, что это не интернет меняется, а работает какая-то крупная невидимая команда, это будет плохо. То есть, для меня в момент вот такого перехода к активному информационному противооборту уже растянулся больше, чем на 10 лет. Это получается, вы говорите, что четвертая, допустим, функция ваша или пятая команда компании? Нет, про пятую я еще не сказал. Она зарождает четвертую. Управление репутацией. Да, это управление репутацией, но по интернетному. Это очень сильно отличается от пиара обычного. Кардинально отличается. Причем те, кто это понимает, могут гораздо меньше тратить. Я не отменяю традиционный пиар, но традиционные пиарщики, даже самые крутые, приходя в интернет, приносят с собой некоторые понятия из реального мира. А реальный мир трехмерный по формулам. Ну, можно сейчас углубиться, даже могу рассказать. А интернет по поведению, он двумерный. Там есть кнопка репоста, передачи информации без затрат энергии. То есть там схему распространения информации можно строить абсолютно по-другому, не так, как мы привыкли. Как удалить с распространением, понятно, там расшары, инфоповоды громкие и так далее, чтобы вирусность создать, чтобы все максимально репостили. Ну, а как тогда удалить информацию из интернета? Субтитры создавал DimaTorzok